МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, как сейчас обстоят дела в городском округе, мы узнаем у главного врача Люберецкой областной больницы Дмитрия Семенцова. Дмитрий Павлович, здравствуйте. На сегодняшний день в Люберцах сколько заболевших? В настоящее время в Люберцах заболевших и переболевших 24 740 человек. На стационарном лечении находится более 200 человек и 4894 на домашнем лечении. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ситуация ухудшилась, улучшилась, осталась такой же? Безусловно, ухудшилась. Если брать сентябрь-октябрь прошлого 2020 года, то на тот момент у нас заболевших было чуть больше 300. Сейчас же, если брать аналогичный период, это уже будет более 4 тысячи. Смотрите, распространение коронавируса происходит волнами. С чем это связано? Тут можно сказать о нескольких факторах. Во-первых, видоизменяется сам вирус. И если подтипы, которые вызывали первую волну вирусов, имели существенное отличие от тех подтипов, с которыми мы имеем дело сейчас. То есть заболевания третьей и четвертой волны характерируются более таким агрессивным течением, быстрым распространением вируса в организме, быстрым поражением легочной ткани. И от начала заболевания до развернутой картины наступает не более чем за 2-3 дня, если в первую волну этот период составлял около 4-5 дней. Второй важный фактор, конечно, это соблюдение нашими гражданами противоэпидемических мероприятий. То есть это посещение многолюдных мероприятий, это ношение средств индивидуальной защиты, в первую очередь масок. Но, к сожалению, мы видим, что они все, наши граждане, привержены в 100% случаев, привержены этим мероприятиям, которые и направлены в первую очередь на распространение, на предупреждение, вернее, распространение вируса. Ну и третий важный момент – это вакцинация. Мы знаем, что возможность достижения популяционного иммунитета существует только при том, что определенный процент граждан переболеют, и определенный процент граждан вакцинируется. Установлено, что вакцинироваться должны не менее 80% взрослого населения. Хотя у нас по городскому округу ситуация в этом плане достаточно устойчивая. У нас в настоящий момент вакцинировано 72,5% от всех этих самых 80% населения, что является достаточно неплохим показателем. Но, тем не менее, недостаточным для достижения популяционного иммунитета. Именно этим обусловлена уже четвертая волна коронавируса, с которой мы сейчас имеем дело. Вы сказали, что там и меняются. А как они меняются? Можете рассказать? Это достаточно сложный процесс. Вирус мутирует. Например, сейчас обнаружено, буквально вчера пришла информация из Росздравнадзора, что у нас обнаружен подтип штамма Дельта. Тот штамм, которым сейчас болеют около 7% англичан. Это вот сейчас он ходит, этот штамм? Да. Он сейчас ходит в Европе. 7% заболевших в Великобритании страдают именно от этого подтипа штамма Дельта. Так вот, уже 3 человека выявлены, которые болеют у нас этим штаммом. Он опаснее предыдущих? Он опаснее предыдущих. Он поражает, ведет себя значительно более агрессивно, в том числе и у молодых пациентов. Скорость распространения заболеваний внутри организма человека существенно выше, нежели чем у предыдущих штаммов. Скажите, сколько ковидных госпиталей сейчас в округе? И хватает ли вообще госпиталей, и хватает ли мест, коек? У нас уже по примеру с влечением первой, второй, третьей волнами в настоящее время у нас открыто 3 ковидных стационарных подразделения. Самое большое – это у нас ковидный госпиталь в Красково, Карл Марс, 90. Там полностью больницы перепрофилированы под ковид. Там мы имеем 369 так называемых тяжелых коек, то есть коек, которые подведен кислород, и 60 легких коек. То есть это коек для выздоравливающих, для одолечивания. Далее – это у нас ковидный госпиталь на базе ФОК по 8 марта 6А. Там у нас 189 тяжелых коек. Это вот перепрофилированные? Перепрофилированные коек. 189 тяжелых коек, из них 20 реанимационных. Не сказал в Красково, из 369 тяжелых коек 30 реанимационных. То есть большие полноценные реанимационные отделения. 50 всего у нас реанимационных коек. И третье подразделение, где у нас лечатся детишки, это по Октябрьскому проспекту 338, 55 детских коек. Для пребывания в том числе и с мамами. А детей много заболевших? Детей заболевших много. К счастью, для всех нас тяжелых случаев значительно меньше, нежели чем во взрослой популяции. Но тем не менее, тяжелые варианты течения есть и у детей. Это, скажите, вот в прошлом году дети же вроде как не болели. На детей не такой акцент делался больше на старшее поколение. А с чем связано то, что дети сейчас болеют больше? Это с тем, что штамм меняется или почему? В том числе и с тем, что меняется штамм. Потом идет просто распространение инфекции на более широкие слои населения. Если мы говорили, что в первую волну это были единицы, вы даже можете судить по своим каким-то знакомым, родственникам. Мы где-то слышали о заболевших, но мы видели их в стационарах. Но они не были в таком массовом количестве представлены в обществе. Сейчас где-то постоянно у кого-то родственник болеет, у кого-то знакомый. Причем болеют в том числе и тяжело. У меня у самого переболели многие родственники. У меня мама переболела тяжело, у меня жена переболела тяжело, у меня дети переболели двое из трех, я сам переболел и так далее. То есть это такое достаточно массовое явление. Поэтому в том числе, но дети это тоже наше население, поэтому они тоже болеют в большом количестве. И являются, что неприятно, они являются в том числе и переносчиками заболевания. Даже если они болеют не тяжело, они заражают вокруг себя, в том числе и взрослых, в том числе и пожилых, в том числе и коморбидных пациентов, у которых прогноз заболеваний значительно хуже. Но у ребенка также проявляется ковид, как и у взрослого? Ну, похоже проявляется ковид, в том числе и с поражением легочной ткани, в том числе и с пневмониями. К счастью, повторюсь, что пока течение ковид у детей в более редких случаях осложняется тяжелым вариантом течения. Какими должны быть наши действия при появлении симптомов ОРВИ? При появлении симптомов ОРВИ, во-первых, нужно себя изолировать. Это как минимум отдельная комната, отдельная посуда, минимизировать контакты с кем бы то ни было, и обязательно надеть маску, потому что маску в первую очередь должен носить человек с какими-то проявлениями ОРВИ. Заболевший. Заболевший, да. Потому что маска, она... Вот некоторые заблуждения, что человек надевает маску и думает, я не заражусь. Все равно вариант, так сказать, заболеть есть. А вот если человек имеет начальные проявления, да, заболевания и надел маску, тогда шанс заразить им, так сказать, у него шанс заразить окружающих значительно уменьшается за счет ношения маски. Так вот, обязательно нужна маска, и обязательно, естественно, нужно вызвать медицинского работника. Для чего? Для того, чтобы, ну, первичный осмотр и ПЦР, да, ПЦР – это мазок и определение, так сказать, ковид или не ковид. У нас такие, так принято, что если мы подозреваем ковид, да, еще даже до его лабораторного подтверждения, мы начинаем лечение, специфическое лечение пациента. Специфическое лечение пациента. Тем самым достигается, ну, раннее начало лечения, соответственно, большая вероятность излечения в более короткие сроки и меньшая вероятность тяжелого лечения заболевания. Вы сказали, нужно вызвать врача. А в какие сроки должен приехать врач? И вообще, в какие сроки сейчас, вот когда число заболевших растет, в какие сроки должен или может приехать врач? Ну, дело в том, что сейчас помощь на дому оказывает скорая медицинская помощь А и поликлиники Б. Скорая медицинская помощь – это отдельное, так скажем, юрлицо, они занимаются наиболее такими тяжелыми вызовами, где скорая должна приехать. Ну, это часы, как правило, если это… Там тоже идет сортировка вызовов. Если это вызов скорой, то в течение двух часов должна приехать скорая. Если это вызов неотложный, так называемый, да, то его осуществляет и скорая помощь, или передает эти вызовы нам. А у нас есть свои службы неотложной помощи, нам, я имею в виду, Люберецкая областная больница. У нас 18 бригад неотложной помощи. Бригады есть у каждой поликлиники, как взрослой, так и детской, со своим автотранспортом, со своими сотрудниками. По существующим нормативам мы должны обслужить вызов в течение суток. Не в этот день, а в течение суток. Это тоже нужно понимать, потому что, бывает, вызывают сегодня, приезжают медицинские работники завтра. Но если сутки не прошли, и категория вызова неотложной, то в течение 24 часов вызов должен быть обслужен. Но хватает бригад? Справляются? Ну, сейчас, да, тяжело очень справляются. Справляются, но тяжело. Потому что не хватает, в первую очередь, с машинами. У нас все в порядке, нам Минздрав очень помогает. И Минздрав, и Минтранс, и по потребности мы получаем автотранспорт. Тяжело с кадрами, потому что нагрузка колоссальная сейчас лежит на медицинских работниках. Я хочу сказать, что, вот посмотрите, там грубыми мазками то, что называется. Первое, это обвальный рост вызовов, да, госпитализаций, которые обеспечиваются непосредственно моими коллегами из Люберецкой больницы. С другой стороны, активнейшая вакцинация населения. А сейчас достаточно большой есть запрос, и люди понимают, да, что вакцинироваться нужно, и у нас достаточно активно в этом плане ведется работа, что тоже требует, да, усилий медицинских работников. Это два. И третье, мы не снижаем плановую медицинскую помощь, как в стационарных подразделениях, так и в поликлинических подразделениях. То есть мы не можем полностью снять всех специалистов и, так сказать, усилить, положим, наши бригады. Мы это делаем, но частично потому, что плановую помощь, помощь узкими специалистами мы не можем отменять. Говорили, что ковид можно остановить, когда появится вакцина. Сейчас выпущено несколько вакцин, но коронавирус не отступает. Почему? Дело в том, что, как я уже сказал, вот в первой части своего выступления, для того, чтобы эпидемия остановилась, распространение остановилось, должен быть популяционный иммунитет, который достигается вакцинации. Либо человек переболел, либо вакцинировался, либо и то, и другое. Определенного процента населения. Мы этого процента еще далеко не достигли. 72%? 72% это в городском округе Люберцы. Но мы не живем изолировано. Мы не живем изолировано, и мы не можем победить вирус исключительно в нашем городском округе. Хотя хотелось бы, но это не получится. Потому что идет миграция населения, потому что у нас люди в значимой своей части работают, в том числе и в Москве, ездят отдыхать и так далее. Поэтому это должно быть по стране достигнут этот процент. И тогда мы можем с уверенностью сказать, что мы остановим дальнейшее распространение вируса. Как вы считаете, вот эти ограничительные меры с 28 по 7 ноября, они помогут как-то при остановлении распространения коронавируса? Я очень на это надеюсь, поскольку вот это такое изменение, в том числе и режима работы многих предприятий, и работа на дистанте, особенно пожилых пациентов, она позволит прервать в какой-то степени очередной цикл распространения инфекции. Естественно, те, кто уже заболел, он, так сказать, все равно будет, переболеет, так сказать, и выздоровеет. Он поможет предотвратить распространение, вот такое обвальное распространение вируса с увеличением случаев ежедневных, мы имеем прирост около 16% еженедельно по вызовам. Вот, поэтому ситуация достаточно серьезная, поэтому вот эти вынужденные меры, они помогут остановить распространение, новое распространение вируса. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях главный врач Шелеберетской областной больницы Дмитрий Семенцов. Меня зовут Андрей Лобанов, позже вернемся. Это программа «Открытый диалог». Меня зовут Андрей Лобанов. И сегодня у нас в гостях главный врач Шелеберетской областной больницы Дмитрий Семенцов. Еще раз здравствуйте. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот насколько эффективны прививки с учетом появления новых штаммов? Те изучения, те работы, которые проводились в отношении имеющихся вакцин, в первую очередь это спутник ГАМ-КОВИД-ВАК, показали их достаточно высокую эффективность, в том числе и при лечении новых подтипов вирусов. То есть это цифры, превышающие 60% эффективности вакцины, что по всем мировым стандартам является очень хорошим показателем. Вы сами прививались? Да. Что кололи? Спутник ГАМ-КОВИД. Сколько жителей округа уже привились? На настоящий момент первым компонентом вакцины у нас привито 183 125 человек, вторым компонентом 172 390 человек. И всего это, как я говорил, 72,5% от всего населения и 90% от целевых показателей в 80% привитого населения. Есть ли связь между возрастом и видом вакцины? Какой вакциной лучше привиться молодому человеку, либо пожилому, либо средних лет? У каждой вакцины есть свои... Вернее, не так скажу, у одних вакцин есть определенные ограничения по возрасту. Положим, к ВИВАКам нет данных о возможности прививаться людям старше 60 лет. То есть им прививаются 60 и младше. Гам-ковид, ВАК, у него нет возрастных ограничений, то есть 18 лет и старше. Верхнего предела по возрасту нет. Мы говорим о том, что ревакцинироваться людям пожилым с сопутствующими заболеваниями лучше спутником лайт. Многих беспокоят побочные эффекты прививки. Кто-то считает, что она негативно сказывается на детородной функции. Кто-то, что в будущем приведет к онкологии. Вам задают пациенты такие вопросы, и правда ли это? Безусловно, вопросы такие задаются. Я хочу сказать, что сейчас уже наработан достаточно большой материал, в том числе и по побочным эффектам, которые вызывают вакцины. Они есть, они есть в небольшом проценте случаев, но какое-то применение любого, так сказать, лекарственного препарата, который вводится внутрь. Как правило, побочные эффекты связаны с такими легкими проявлениями инфекции. То есть это может быть небольшой озноб, может быть повышение температуры, как правило, до субфибрильных цифр, то есть меньше 38, как правило. Это может быть мышечная боль, это может быть легкое общее недомогание. Ну и местные реакции, может быть покраснение, некоторые зубы вместе с инъекцией. Все побочные эффекты, как вы знаете, заполняются электронные дневники на госуслугах, которые у нас запрашиваются, так сказать, и любой человек, который привался, знает. Он заполняет определенный электронный дневник. Это делается именно для того, чтобы собрать по максимуму информацию о тех нежелательных явлениях, которые имели место быть. Я могу сказать, что вот те провокации онкологических, положим, заболеваний или какое-то влияние на детородную функцию, таких данных, во всяком случае, опубликовано не было, зарегистрировано не было. И говорить о них можно только в какой-то предположительном варианте, пока объективных данных подтверждающих нет. А можно ли колоть вакцину беременным либо кормящим матерям? Значит, по беременным данных таких о возможности вакцинации беременных нет. По кормящим в последней редакции произошли изменения. Если раньше кормление грудью являлось абсолютным противопоказанием для вакцинации, то в последней редакции кормление грудью является относительным противопоказанием, потому что нет данных, насколько вакцина проникает в материнское молоко. Поэтому этот вопрос должен обсуждаться с лечащим врачом, но потенциально такая вакцинация возможна. Хорошо, понятно, спасибо. Перед вакцинацией нужно проходить медицинское обследование? Если да, то какое? И что можно вообще перед вакцинацией делать, чего нельзя? По современным стандартам до проведения вакцинации необходим осмотр терапевта. Для чего? Терапевт должен определить, есть ли у пациента, которому предстоит вакцинация, острые респираторные заболевания, что является абсолютным противопоказанием до выздоровления и на 2-4 недели после выздоровления. Потом вакцинироваться можно. И есть ли обострение хронических заболеваний? Мы знаем, да, множество хронических заболеваний, сердечно-сосудистых, гипертоническая болезнь с ее обострением в виде гипертонического криза, ишемическое болезнь сердца с ее обострением в виде нестабильности на кардии и так далее, бронхиальная астма. Так вот, терапевт производит осмотр, опрос осмотр пациента для исключения обострения хронических заболеваний, что тоже является абсолютным, но временным противопоказанием. И рекомендует, соответственно, провести вакцинацию после стабилизации состояния. И таким серьезным, абсолютным противопоказанием является либо аллергические реакции в анамнезе на какой-то компонент вакцины или на другие вакцины со схожим составом, либо это тяжелые аллергические заболевания. Человек мог не вакцинироваться, но имеет аллергические реакции, тем более тяжелые аллергические реакции на какие-то химические компоненты. Это является тоже абсолютным противопоказанием. Понятно. Спасибо большое. Это было на самом деле очень полезно и интересно. Что случится, если человеку сделают прививку во время бессимптомного или легкого течения ковида, о котором не было известно до этого? Этот вопрос тоже задается достаточно часто. А если я переболел или я болею, но бессимптомно, а мне предстоит вакцинироваться, какие бы анализы мне сделать для того, чтобы подтвердить мой статус? Этим вопросом даже занималась Всемирная организация здравоохранения и выпустила по этому поводу такое пояснение, что никаких специальных анализов, если нет клинических проявлений респираторной инфекции, вирусной инфекции, никаких специальных анализов делать не надо. Потому что если даже по отчечаянию человек перенес инфекцию и имеет даже, положим, какой-то китр-антител, ему также показана вакцинация, как человек, который не перенес. Никакого ухудшения состояния, никаких, так скажем, последствий, негативных последствий такой вакцинации нет. Нужно ли прививаться переболевшим? И когда ли вакцинация привитым? Несмотря на то, что таких стойких, так скажем, доказательных заключений о сроках вакцинации после заболевания нет, Всемирная организация здравоохранения принято положение о вакцинации через полгода после перенесенного заболевания. Через полгода. Особенно в период такой серьезной эпидситуации, ту ситуацию, которую мы с вами имеем сейчас. Поэтому положено вакцинироваться через полгода после вакцинации и через полгода после того, как человек перенес вирусную инфекцию. Как работают пункты вакцинации с 28 октября по 7 ноября? Работают ли пункты в торговых центрах и где вообще можно привиться? Значит, у нас уже тоже хорошо отработанная схема пунктов вакцинации. У нас они работают во всех стационарных, 12 стационарных наших поликлиниках, а также в МФЦ, в Светофоре, Орбите. Работают выездные пункты по своему расписанию. Можно ознакомиться либо на нашем сайте, либо с графиком работы, который мы публикуем еженедельно, потому что там меняется некоторое время. Положим, вакцинации переносят из одного торгового центра в другой. Все эти пункты работать будут. Информацию можно получить либо на нашем сайте, либо в чате «Люберсы здоровья», где мы также еженедельно публикуем данную информацию. Ну и несколько пожеланий всем нашим телезрителям, если можно, от вас, от главного врача. Я бы пожелал нашим телезрителям, во-первых, не болеть, оставаться здоровыми, а чтобы не заболеть, если уж судьба заболеть, переболеть легко и без последствий, это обязательно вакцинироваться. Спасибо большое. Напомню, что сегодня у нас в гостях в программе «Открытый диалог» был главный врач Люберетской областной больницы Дмитрий Семенцов. Меня зовут Андрей Лобанов. До встречи и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»